Volkswagen Tiguan Среди компактных кроссоверов долго доминировали азиатские модели. Но вскоре немцы встряхнули рынок своим народным кроссовером. Volkswagen Tiguan первого поколения. Андрей? Алексей. Брали новый, поддержанный? Новый в салоне. Ага. 7 лет в одних руках и много вложили. Только кто проходил? Проверяйте. Если вспомнить историю, один из первых кроссоверов был именно Volkswagen. Еще в 90-м году концерн выпустил модель Country на базе Golf 2 и забросил это дело. Новую модель спешно создали уже при множестве конкурентов. Это все тот же Golf с внедорожными амбициями и наследственными болезнями. Ярослав Левашов. Автокритик, эксперт по оценке автомобилей. С коррозией эта марка научилась бороться давно и успешно. На этой машине есть небольшие дефекты. Но лишний раз лучше не перекрашивать. Заводская краска ценится выше. А вот без замены ветрового стекла не обойтись. На Tiguan ставили двигатели трех типов. Двухлитровый турбодизель и два бензиновых с непосредственным впрыском топлива. Первые бензиновые моторы 1.4 были хороши только на тест-драйв. Какой расход? По городу порядка 12-13 литров, а за городом около 9. Здесь под капотом 2 литра бензин, 170 лошадей. Этот двигатель более долговечен и надежен, но тоже не без капризов. Из основных растягивание цепи ГРМ. Симптомы – посторонние звуки при холодном запуске. Затем лампочка чек-энжен, а потом машина просто встанет. Слух не лучше диагностика. Мы здесь отчетливо слышим урок от пристарта. Интерьер Tiguan словно конструктор из деталек разных моделей Volkswagen. Но запоминается одна, причем в 8 экземплярах. Это круглые дефлекторы обдува. Понятный руль, малые крены. Управляемость практически легковая. За подключение задней оси отвечает муфта Haldex. Судя по внешнему виду, к фильтру в этой муфте не прикасались как минимум несколько лет. В муфте масло меняли? В муфте не менял, но по бездорожью не езжу. Масло в муфте надо менять каждые 60 тысяч, иначе останетесь без заднего привода. Этот кроссовер очень компактный. Всего 5 движений. Производитель заявляет клиренс в 200 миллиметров. Но если честно, нижняя точка здесь 175 миллиметров. Это рычаги задней подвески. Проверим угол въезда. Не прошли. Сзади места не так мало. Можно ехать и втроем, но с трудом. А для баскетболистов задние сидения еще и двигаются. Проверим, что поместится. Парни, поехали. Сиденья мы не раскладывали, и у нас поместился обогреватель для канистры, коляска и сумка. Неплохо. Упс. К сожалению, одну канистру придется убрать. Европейские эксперты патриотично назвали Тигуан самым безопасным компактным внедорожником. Американцы не разделили этот восторг и поставили 4 балла из 5. Из-за сильного удара поколением водителя. Высокая посадка и зеркала больше, чем у легковушек, дают хорошую обзорность. Посмотрим, останется ли это преимущество в грязь. Поехали. Боковые зеркала остались чистыми, но активно работающие стеклоочистители забросали боковые стекла грязью. Вот так. Тигуан не бьет рекорды криминальных рейтингов, но и стороной угонщики его не обходят. В первом приближении на ремонт и обслуживание этой машины после покупки придется потратить около 50 тысяч рублей. Теперь вы знаете, что требует вашего внимания. Спасибо. Всего доброго. Удачи.